Мы вновь вернулись в эфир. Вновь всем здравствуйте. Ну и здравствуйте тем, кто только подключился к нашей трансляции вещания информационного телеканала Бакан-24, радио Бакан, ну и нашей YouTube-трансляции на YouTube-канале Бакан-24. Всех приветствуем, ждем ваших звонков, комментариев. И если стесняетесь позвонить в эфир, то можно по номеру мессенджера это сделать. Внизу экрана указан номер, WhatsApp, Uber, Telegram, кому как удобнее. А в этом часе мы поговорим о неделе предпринимательства. В этот раз ее знаменовали администрация города, главный организатор знаменовал ее как весна предпринимательства, весна для предпринимателей. И в этих рамках проходил у нас бизнес-интенсив. На этот раз вот такая была структура, уникальное, безусловно, событие для недели предпринимательства. И непосредственно спикеры, наверное, главные, скажем так, инициаторы и те, кто направлял в это время бизнес-интенсив. Ольга Николаевна Становская у нас находится в гостях. И также Марина Викторовна Семенова. Я вас приветствую. Спасибо, что наслезает прийти к нам в эфир. Общий такой вопрос. Что такое бизнес-интенсив, на ваш взгляд? Давайте отвечу я, поскольку именно с моей стороны было предложение организовать бизнес-интенсив в городе Абакане. Подсмотрела я этот формат в городе Санкт-Петербург. И приглашали мы основных спикеров из города Москва и город Новосибирск. Основные спикеры-коучи были у нас из таких серьезных, больших коучинговых компаний. И именно эти люди провели бизнес-интенсив. Бизнес-интенсив предполагает активное включение участников 2-3-4 дня, практически полный рабочий день с погружением в какую-то конкретную тему. У нас была тема бренд и тема персонал. Ну и плюс личные качества предпринимателей, дизайн человека. Об этом вам расскажет Ольга больше. Ольга Николаевна, вы также были на протяжении всех тех дней, в гуще событий. Какие задачи перед вами стояли? У меня основная была задача – это дизайн предпринимателя. Я всегда говорю, что масштабирование бизнеса, оно начинается с масштабирования личности. И вот дизайн предпринимателя, на дизайне человека, есть такая науколная сейчас. В фильме дизайна. Да, в фильме дизайн, да, вы знаете. Отлично. Она молодая. И вот так, в общих чертах. Да. И вот моя задача была показать, как ее можно использовать в личности, как можно использовать ее при создании каких-то контактов, и для того, что можно сделать, зная свои сильные стороны из дизайна человека, как это можно усилить и применить в своем бизнесе. Вот это была моя основная задача. Ну, наверное, скажем так, экосфера, биосфера бизнеса, она напрямую спроецирована его руководителем, его внутренним состоянием, в том числе и настроением, и прочим всеми моментами, что и движется, собственно, развитие моего дела. Марина Викторовна, на этот раз на базе, скажем так, одного из предприятий, это было организовано, к сожалению, бренда мы не можем упоминать в эфире из-за ограничений, но вот такая вот открытость, такая вот панель, что она дала, вот как результат, на ваш взгляд, вот насколько вообще вы были открыты, насколько предпринимателей не было, было ли какой-то вот, скажем так, стены незримой перед вами, вот насколько процесс был результативный? Когда этот проект задумывался, вместе с администрацией города, и мы за это огромное спасибо, что они пошли на наше предложение и поддержали нас, для нас было определено три задачи. первое, собрать предпринимателей города и дать им возможность пообщаться, то есть создать пространство, в первую очередь, для общения предпринимателей. Второе, найти темы, которые были бы интересны предпринимателям любого масштаба, любой сферы деятельности. И третье, получить обратную связь от предпринимателей города, о том, что их волнует сегодня на самом деле. И я считаю, что вот эти все три задачи мы выполнили. У предпринимателей было время пообщаться между собой. Они давно не виделись в таком свободном общении. То есть формат был настолько свободным, что любой из участников мог выйти в свободное пространство и друг с другом поговорить. Второе, темы, которые были выбраны, это бренд и персонал, волнуют сегодня всех. Причем тема бренда оказалась для многих настолько необычной, что ли. То есть показали тему бренда с очень другого ракурса. И для многих это стало открытием. Многие получили, предприниматели, свои новые какие-то инсайты. Даже есть конкретные решения по истечению этого бизнес-интенсива. Поэтому те задачи, которые бы поставлены на этот бизнес-интенсив, они были достигнуты, и это было самое главное. А по поводу того закрытости или открытости, предприниматели города – это очень крутое сообщество. А если мы не знаем друг друга в лицо, то мы знаем друг друга на слуху, что называется. И у многих была возможность познакомиться лицо в лицо. То есть подружиться, пожать друг другу руки. И как результат бизнес-интенсива возникли даже коллаборации определенные. Поэтому получилось открыто, свободно, легко и результативно. – Согласно данным городским, наверное, республиканским в том числе, 20 тысяч на сегодняшний день у нас предприятий малого и среднего формата. Вот опять же, не называя имен и фамилии, Марина Викторовна, какие есть и есть ли у нас в городе успешные позиционирования бренда, может быть, есть неуспешные, на ваш взгляд, как вы анализируете этот рынок с этой точки зрения? – Давайте так. Я не буду говорить свое личное мнение, но когда мы приглашали спикера из города Москва, мы с ней предварительно просматривали бренды города и республики. И, соответственно, как пример она, конечно, приводила. Есть бренды очень узнаваемые просто потому, что звучит где-то это наименование. Наши горожане не знают, кто владелец бренда, но сам бренд известен, его все знают и им пользуются. Пользуются, то есть берут продукт, товар, услугу. Таких брендов есть, их много. Такие бренды есть в общественном питании, такие бренды есть в услугах красоты, так сейчас скажу, чтобы не называть имен, да, как вы сказали. Такие бренды есть в услугах продажи автомобильных каких-то там запчастей или что-то, ну, в общем, все, что связано с автомобилями. И есть бренды, которые мы в городе видим наименование, но когда спрашиваешь, кто это, люди не могут даже вспомнить, где они находятся. Такие бренды тоже есть. Поэтому тема бренда была очень актуальна. Ну, я думаю, это как и среди уже опытных, вот у горожан нет взаимосвязи, они не понимают, может быть. Так, наверное, и среди начинающих тоже мало кто улавливает эту связь. Ольга Николаевна, если вернуться к human design, который вы проповедуете, то разбирая, опять же, вот какие-то конкретные примеры, беседуя с человеком, вот какой у вас сложился образ современного руководителя предприятия производства Абаканского? Кто это тот человек, если какой-то собирательный образ оставлять? Ох, какой интересный вопрос. Если вообще вот так вот собирательный, то, скорее всего, это человек очень динамичный, очень мощный сам по себе, очень сильный. Человек, который со своей харизмой обязательно, у каждого человека есть какие-то определенные особенности, в чем-то его сила. И вот я не могу прям четко конкретно сказать вот только такой портрет. На самом деле это очень многогранно. Разные личности абсолютно, да. И самое главное, что это человек с таким стремлением и с желанием что-то делать. Меня вообще очень удивило то, что насколько предприниматели сообщества любят свой город, да, и насколько администрация тоже любит предпринимателей. Вот это прекрасно. То есть я вот с интенсива вышла с четкой уверенностью, что мы живем вообще в прекрасном городе, в надежных руках, да. Вот все выстроено идеально. И вот вообще сам бизнес-интенсив был, вы знаете, вот идеально просто. Вот благодаря, я все думаю, это организаторам, Марине Семеновне, это просто ей большая благодарность, потому что все было выстроено очень хорошо. И вот это взаимодействие, которое есть, да, оно говорит о том, что мы действительно живем в очень хорошем городе. Простите, может быть, что перебил. Есть ли разница вот в энергии или в чем-то другом, вот в гендере руководитель мужчина, руководитель женщины. Вот опять же, вот если в вашем ключе разбирать поведение. Вряд ли. Я думаю, что вряд ли, потому что вот эти человеческие какие-то особенности, да, которые у каждого есть, и лидерские качества, ну, во-первых, давайте начнем с того, что все-таки лидерами не рождаются, лидерами становятся, да. И вот те особенности у человека, которые есть при рождении, их же можно все развить, да. И вот люди, которые становятся предпринимателями, это люди, которые решили это развивать, да. И поэтому, мне кажется, у нас сейчас такое большое количество людей, которые хотят быть предпринимателями. Вот вы уже сказали, у нас порядка 20 тысяч, да. И потому что сейчас очень много развития. И мы идем дальше в эту тенденцию того, что мы развиваемся. И вот, например, касаемо вот этого интенсива, бизнес-интенсива, это была прекрасная площадка для того, чтобы предприниматели крупные, и вот, которые начинающие, да, вот это что-то, они поделились друг с другом, да, и, ну, то есть, чтобы наше сообщество стало еще сильнее. И вот если мы говорим про дизайн человека, такие мероприятия, они очень сильно обогащают друг друга, да, потому что когда этот человек один, вот он отдельно, этот человек отдельно, это разные люди. Когда все собрались вместе, пробыли два дня, они поделились друг с другом энергией, да, и это стало мощнее. То есть мы стали жить еще в лучшем сообществе, чем мы жили до этих двух дней. Люди стали наши мощнее, да, то есть мы живем сейчас в еще лучших условиях. Марина Викторовна, вы сказали о том, что подсмотрели вот такую модель интенсив, бизнес-интенсив в Петербурге. Я думаю, что вы это сделали не случайно, намеренно. То есть вы продолжаете поиск вот таких мероприятий, интересуетесь, чем живет вот российское предпринимательство, ну и привносите такое новое слово на территорию города. Вот рассматривая, скажем так, может быть, некорректное сравнение. Нашу неделю предпринимательства городской и то, что есть у бизнеса в Санкт-Петербурге, в Красноярске, где-либо еще. Вот такие вот дискуссии, какие-то другие встречи, обсуждения. Вот много ли у нас их, чего, может быть, не хватает, если брать вот там каких-нибудь там примеры крупных городов? Может, что-то еще нужно нам? Нам не хватает чистоты таких мероприятий. Вот как бы так сказать, чтобы они были на постоянной основе. Например, в Санкт-Петербурге такие мероприятия проводят 4 раза в год, как минимум. Причем их проводят отраслевые даже. То есть, ну, например, сфера общественного питания, для них отдельно бизнес-антенсив. Тогда погружение в запрос в тему проблемы предпринимателя, оно, конечно, в разы сильнее. Предприниматели обсуждают свои насущные вопросы в своем бизнесе уже на более глубоком уровне, более широко, в расширенном формате. И спикеров приглашают уже целенаправленно тех, кто специализируется на общественном питании. Мы приглашали спикера, который может говорить о бренде для любого бизнеса. Но могу точно сказать, что бренды одного вида деятельности, а другого тоже имеют свои нюансы. Поэтому в больших городах такие мероприятия проводят более основательно, на постоянной основе и специализированы. Но есть еще такой нюанс. Наши предприниматели, они более открыты. Они делятся своими знаниями, опытом, впечатлениями, поскольку город маленький, и все здесь друг друга знают практически. В больших городах есть такие, ну, небольшие группы, так скажем. Там, например, группа более крупного бизнеса общественного питания, я привожу, да, группы менее масштабного бизнеса и совсем маленькие. Это четкое разделение. Но при этом они опыт передают друг другу ровно настолько, насколько это может быть усвоено человеком. То есть дают такой, ну, минимум, на который реальный человек может взять. Делятся инструментами. Ну, и у них там есть преимущества, конечно. У них коучинговая программа для предпринимателей, для бизнесов. Она, конечно, очень масштабная и разносторонняя. Вот. Им в этом отношении, конечно, веселее. Ну, вот радно было видеть, я так прикинул, взглядом первого дня интенсива, кто находился, это и строители, и руководители ателье, кто занимается производством пищевой продукции. Услуги всевозможные. Услуги всевозможные. То есть, в принципе, все туда приехали. И отрадно, наверное, было видеть то, что среди них были опытные крупные предприниматели-руководители, которые не говорят, скажем так, я уже все умею, что вы меня будете чему тут учить. У меня же и возраст, собственно, почти, но я уже много лет тружусь, руковожу. Но все равно вот приходят и в качестве участников, даже не в качестве спикеров, или, опять же, вот коучей. Вот какой-то феномен, опять же, вот абаканский. Почему даже такие опытные руководители настроены участвовать, вот на ваш взгляд, как кажется? Это, опять же, феномен маленьких городов. Это именно поэтому. Потому что здесь все, мы на одной территории, мы с одним окружением, у нас покупатели и целевая аудитория пересекаются у многих. Соответственно, у нас есть общие интересы, как эту целевую аудиторию раскачать. Потом, у нас есть одна база персонала, которая кочует из одного вида деятельности в другой. Сегодня он официант в ресторане, а завтра он приходит в мастерскую ремонтировать автомобили. И это ни для кого не секрет. Соответственно, есть очень много точек соприкосновения, и неважно, какой у тебя бизнес. Поэтому было о чем говорить. Ну, например, когда обсуждали персонал, то выяснилось, что можно устроить единую площадку для работодателей. И неважно, это большая строительная компания или это небольшое кафе. И все равно туда размещать информацию о сотрудниках. То есть у нас есть такие бегунки, их все знают, которые из одного в другое, в пятое, в десятое предприятия устраиваются. Мы на это тратим огромные силы, ресурсы, в том числе и ресурсы города, для того, чтобы их обучить, настроить. Для них какие-то определенные льготы, особенно для студентов, которые приходят подрабатывать. А в итоге получается, что человек делает это уже на постоянной основе. Поэтому у наших предпринимателей есть вот такой нюанс. Мы в таком небольшом поле, и у нас есть очень конкретные точки соприкосновения. Ольга Николаевна, ну вы изучаете, наверное, несколько такую более тонкую материю, все-таки, вот именно внутреннее состояние человека, что напрямую влияет на подчиненных, на структуру, собственно, предприятия. То есть вот здесь какие, опять же, рекомендации? Один начальник, он закрытый, может быть такой, опять же, несколько строгий со своими подчиненными, другой, наоборот, открытый и, скажем так, находится на равном, вот в общении. То есть вот… Ну, здесь как раз и влияет тип по дизайну человека, если мы говорим, да. То есть я же коуч по достижению цели. Ну, любой коуч – это человек, который помогает человеку достичь цели, да. А вот именно дизайн человека, он мне помогает в том, чтобы определить, какой тип, и как ему взаимодействовать с людьми, да, со своими даже подчиненными. Потому что у меня есть такие примеры, когда, например, тип руководителя, ну, я скажу, да, это проектор, да, если вот кто-то знает, да, и ему достаточно сложно взаимодействовать с подчиненными даже, да, то есть у меня есть такой прям пример. Там есть определенные способы, которые позволяют ему проще и легче взаимодействовать, опять же, да, с подчиненными. И когда руководитель об этом узнает, даже о своем типе, например, какой я тип, и как мне взаимодействовать со своими подчиненными, работа предприятия налаживается. Потому что у меня прям есть вот пример, что был руководитель, он проектор, да, и ему строить отношения не так, потому что он хочет давать указания, а если его не пригласили в беседу, он не может эти указания давать, да. И вот у них были вопросы со своим подчиненным, как раз с руководителем, да. И вот когда я ему говорю о том, что тебе нужно сначала попросить, чтобы он ему сказать о том, что ты готов ему что-то сказать, да, и он начал это использовать, то их отношения улучшились, и самое интересное, работа предприятия улучшилась. И вот здесь, конечно, очень важны, потому что есть у нас еще, например, тип такой, как манифест, да, это вообще, который самостоятельно принимает решения и никому ничего не говорит об этом, и с таким руководителем тоже нужно найти подход. И поэтому я, как провожу с предпринимателями, да, с руководителями, так меня иногда приглашают для того, чтобы я в коллективе, да, объяснила. Потому что бывает такое, да, с руководителем можно поменять отношения, потому что есть же действительно люди, которые говорят, ну, я не могу никак с руководителем, что с ним делать? Ну, просто нужно поменять отношения, да, к этому поменять способы взаимодействия, И все хорошо. Я за то, чтобы все работали и радовались жизни. Ну, конечно, наверное, какой-то импульс инициатива, опять же, инициатива иногда выходит боком, инициатором, должна поступать от коллектива. Вот как здесь поднастроить коллектив, на ваш взгляд, чтобы он подавал свою позитивную энергию своей какие-то, может, проектами, руководителю? Ну, во-первых, это все равно зависит от руководителя, готов ли он принимать этот импульс. Если он готов, то тогда коллектив может ему давать какую-то обратную связь. Потому что не во всех коллективах это возможно. И дело в том, что мы и обратную связь не всегда умеем давать. Мы чаще всего обратную связь говорим претензии, мне не нравится. А обратная связь, она так не дается. Обратная связь дается так, что давайте улучшим, например. Есть предложения. И в рамках этого коллектива, например, предприятия, возможно ли это вообще. Потому что в каждом коллективе и в каждом предприятии есть правила определенные, которые тоже определяет сам собственник, руководитель. Поэтому тут важно вот это соблюдать. Марина Викторовна, если продолжать мысль про ваше направление. Я помню, что еще в силу своих институтских годов, во время институтских годов, мы изучали вывески, смотрели наименования организации. Где-то они там полу-англоязычные, полу-русско-опять же вот такого формата. Сегодня вот эта вот мешанина тоже продолжается. Кто-то исключительно там на латинице называется предприятие. Кто-то вот на кириллице непосредственно. Есть ли вот какая-то универсальная формула, какая-то вот рекомендация, которая может помочь четко сформировать представление бренда у горожанина? Как назваться вообще? Какую вывеску повесить? Очень часто у большинства предпринимателей, особенно начинающих, представление о бренде очень короткое, так скажем. То есть я придумал название, придумал логотип и слоган. Все, бренд готов. На самом деле бренд – это семиуровневая модель. И бренд может начинаться как с логотипа, например, с любимого цвета. Ну вот, мой салон будет называться «Яблоко». Я люблю зеленый, у меня вывеска будет зеленого цвета, да? А можно начинать с миссии. Зачем я этот салон делаю? И там помимо миссии еще есть и территория, и утверждение, и миф, и целевая аудитория, и действия. Поэтому для того, чтобы бренд получился действительно работающим, нужно пройти все семь уровней при создании бренда. Только тогда бренд получается рабочим. А как он будет написан, это уже вопрос к дизайнерам. Ну, опять же, да. А есть ли у нас в городе те, кто семь уровней прошел, на ваш взгляд? Хотя, может, два-три предприятия или больше? Я не могу это сказать, потому что обычно об этом знают либо сами владельцы бренда, как они его создавали, либо специальные есть команды, которые занимаются созданием бренда. Возможно, есть. Но у нас точно есть бренды, которые знают не только наши горожане, но и близлежащие регионы, которые приезжают в город Абакан. Ну, давайте далеко не будем ходить. Если мы скажем «Торговый дом премьер», все знают, что это такое. Ну, и прямую ассоциацию знают. Да, и прямую ассоциацию и с человеком, и чем этот человек занимается, и какие товары в торговом доме премьер. Потому что как этот бренд создавался, я не знаю. Может быть, на тот момент им было достаточно просто выбрать громкое наименование и красиво его прокачать через рекламные кампании. Такое тоже может быть. Насколько этот бренд работает сейчас, насколько он будет потом, это уже покажет время. Но точно могу сказать, бывают моменты, когда жизнь бренда заканчивается, и тогда наступает период ребрендинга. Поэтому это большая такая достаточная история. И если кому-то из предпринимателей это интересно, то добро пожаловать, я могу проконсультировать. Ну, сейчас продолжаются судебные разбирательства. Я знаю, что вы слышали или, может быть, доводилось пользоваться услугами. Доставка суши у нас есть. Да. Общая федеральная сеть. И сейчас, исходя из материалов наших коллег, они подали встречный иск к нашей антимонопольной службе. Еще, по-моему, какие-то требования у них возникли. Потому что к ним якобы не совсем правомерно обращены все эти регулятивные действия. Но это же тоже на грани какого-то определенного скандала. И вот за счет, опять же, этого скандала их, там, знают по всей стране. Не будем там говорить о качестве их товара. Но вот некоторые именно на каком-то скандале, скажем так, свою репутацию формируют. Правильно ли это в современном мире, на ваш взгляд? Это зависит от цели такого мероприятия. Если им нужен был скандал для того, чтобы поднять интерес к своему бренду, то, наверное, они его достигли. Вопрос, добавится ли целевая аудитория, никто сейчас не ответит. То, что они известны на всю страну, тогда вопрос, а будут ли со стороны покупать их продукты. Поэтому здесь вопрос, зачем нужно было это делать, какова у них цель. Все же да, я с вами согласен. Здесь какое целеполагание, опять же, у руководства представителей этого бизнеса. Ольга Николаевна, наверное, третье звено в вашей работе – это руководство. Второе звено – это персонал. А третье – это целевая аудитория потребителей того товара, услуг. Что производят для аудитории. Это вы анализируете каким-то образом, опять же, для того, чтобы заставить полное представление у руководителя, для чего он, собственно, для кого он работает. Конечно, это вот то, что я и говорила, сейчас о чем говорила Марина Викторовна. Марина Викторовна. Я встречалась с одним предпринимателем, который говорит, я делаю все интуитивно, я ничего не знаю, делаю все интуитивно, и все хорошо работает. А есть предприниматели, которые говорят о том, что мне нужны знания, я хочу понять, мне вот в этом нужно разобраться. Потому что мы все абсолютно разные люди, мы воспитывались в разных семьях. У каждого свое воспитание какое-то есть. И поэтому мы вышли с разными своими стереотипами, представлениями о жизни, с установками о жизни. Это тоже все влияет. И поэтому, конечно, руководитель – это ядро, собственник. Потом дальше идут люди, которые под ним. И дальше это идут потребители, которым уже все это предоставляется. Иногда мы приходим куда-то в какое-то учреждение, предприятие, и видим, что, ну, понятно, что собственник очень заботится обо всех, да? И о клиентах, и о персонале своем. У нас есть такие предприятия в городе, мы это знаем, да? А есть, куда ты приходишь, и видно, что ты тут никому не нужен. Ну, не без этого. Почта России, наверное, больше всего под это подходит. Мне кажется, и тут же, даже сейчас они уже брендом, кстати, занялись, да? Ну, потихоньку, да, как-то улучшается положение. Время приходит, я вот буквально отговорила минуту назад, что наступает момент, когда у бренда заканчивается жизнь, и тогда либо меняется бренд, либо происходит ребрендинг. Да, определенного рода. Но вот тоже примеры в интернете прочитала, Илья Николаевна. В Санкт-Петербурге небольшая организация лепит пельмени, доставляет их по городу. Ну, и так продают их, собственно, с прилавка. И не все клиенты довольны этой продукцией. У нас в соцсети сегодня добавились навигаторы, где можно отзывы писать. Ну, там вообще, на самом деле, мрак полнейший. То, что отвечает руководитель, это либо оскорбление, либо полностью брание и матерные слова, которые звучат. Ну, вот вроде бы это человек, который занимается бизнесом, который руководит предприятием, он, наоборот, заинтересован. Потому что бы к ним больше людей приходило, ну, хотя бы просто людей не оскорблять. А он почему-то это делает и является руководителем. Есть ли у вас объяснение такого наплевательского отношения к аудитории, к клиентам, когда они высказывают свое удовольствие? Хорошую тему подняли мы, да? Такую, мне кажется, прям важную. Ну, смотрите, это же опять от особенности личности этого руководителя зависит. От его уровня образования, может быть, он по-другому не умеет разговаривать с людьми, да? Ну, наверное, ему надо к коучу сходить, да, для того, чтобы прокачать свои скиллы, что-то вот там улучшить в своей жизни, да, и внести пользу. Вообще, вот смотрите, если посмотреть, человек открыл бизнес, да, решил людей кормить пельменями. Ну, вот как скиллов руководителя не хватает. Ну, так надо прокачать. В принципе, человек делает хорошее дело, значит, надо улучшить. Значит, покупатели-то почему пишут? Ну, почему они пишут? Ну, недовольны продукцией, недовольны сервисом, как их обслужили. Конечно. Это о чем говорят? Люди неравнодушны. Люди хотят, чтобы человек для них что-то сделал другое. Да? Так же? Вот если бы не писали, было бы хуже. А тут они вот, ну, просто не все предприниматели, руководители готовы воспринимать ту же критику, да, те же вот какие-то отзывы негативные. Вот у нас есть же предприятия, где видят негативный отзыв, они сразу с этим работают. А есть кто еще молодой, он, возможно, еще молодой предприниматель, не научился, не знает, а вот решил просто открыть и начал работать. Ну, вот коучем его надо. Марина Викторовна, вот если продолжать говорить про бренды, то как формировать, на мой взгляд, реноме руководителю этого бренда, этого предприятия, участие в каких-то общественно полезных делах, участие в каких-то медиапроектах, публичных проектах, чтобы вот как-то создать себе вот образ вот такого, что нужно делать и нужно ли делать, опять же, на мой взгляд. Здесь нужно для начала определить, какой бренд продвигает предприниматель. Бренд своего продукта или бренд себя. Это два разных понятия. И они могут мешать друг другу, могут помогать друг другу, могут развиваться параллельно. И в зависимости от того, какое решение будет принято, тогда будут разные шаги. Ну, опять же, да, опять же, да. Вот если посмотреть на рекламную продукцию некоторых производств, брендов, ну, наверное, вот в основном это касается финансовых организаций, наших крупных банков, и они обычно подписывают основан там с тысячи какого-нибудь, там, в девятьсотом году, то есть вот им важно показать свою долгую историю, да, статус на рынке. Делают ли наши вот местные бренды, а просто не обращал внимания, то, что вот мы давно там 10-20 лет с вами работаем вместе. Торговый дом премьер. Ну, опять же, наверное, самый, да, яркий. Ну, это уровень доверия формируется. Таким образом формируется уровень доверия. Мы с вами там 10 лет, и вновь приезжающий горожан, читая, о, 10 лет, и на месте стоит, и продолжает развиваться, и весь город знает, значит, все, я туда пойду. Таким образом формируется уровень доверия к бренду или к держателю бренда, то есть к владельцу. Ну, вот мне кажется, что некоторые наши местные предприниматели может стесняются, они называют своим там именем или фамилией организацию, которой руководят. Ну, вот я помню, ну, если брать там заголовки газет царских еще времен, то можно было там найти заметки, что там, например, братья Фроловы, они производят какую-нибудь продукцию, да, мануфактуру, и вот они там что-то новое сделали как-то. Вот сейчас этого меньше, мне кажется, намного на рынке. Вот те, кто называют свой бренд своим именем, вот тоже может есть какие-то... Это уровень ответственности. Уровень ответственности. То есть человек будет сразу понимать... За что он несет ответственность. Да, и кому клиент будет обращаться. Да, то есть я могу спрятать это за бренд продукта, да, там пельмени богатырские, кто делает, непонятно, а пельмени ивановские, знаю точно, делает Иванов. И, соответственно, сразу вопрос. Почему же ты, господин Иванов или предприниматель Иванов, делаешь не такие пельмени, какие обещал? А пельмени богатырские, непонятно, кто делает, но написали претензию. Прочитают ли об этом владелец этого бренда? Тоже большой вопрос. Поэтому, но, когда предприниматель или бизнесмен называет продукт или свое производство своим именем, то, как правило, такие бренды живут очень долго. Ну, Савва Мамонтов, да, если берем русскую историю. Вот. Сколько поколений прошло, а все знают, кто это. И в учебниках истории даже это было. Сейчас не знаю, если нет, но мы точно изучали в свое время. И в институте тоже. А на данный момент, давайте, у нас есть автобусное хозяйство предпринимателя Семенова. Да, все же знают, чьи автобусы Семенова. Ассоциация есть, да. Есть. И все понимают, вот это вот эти автобусы, а вот эти вот эти автобусы. То есть человек берет на себя максимальную ответственность за то, какую услугу он предоставляет. Он готов сам лично отвечать за то, что он делает. И это круто. Ну, вот я думаю, что вы работали, вы водили, скажем так, как их на авансцену предприниматели, их примеры вот разбирали. С теми, с кем вы беседовали по поводу брендов. И вот есть сочетание? Вот видели ли, скажем так, связь руководителей бренда? Давайте я приведу простой пример, который был вот как раз открылся у нас в процессе интенсива. Девушка, значит, у нее бренд, который знают в городе, по вывескам знают. И все знают, что это вот ее, это вот Лена она, вот это Ленина. И все, и бренд прокачивается, набирает своих клиентов через Лену. Да, знают, что называется вот так, но это Лена. Надо позвонить Лене и пойти к Лене, знаю, вот эту услугу. И в процессе бизнеса интенсива она решила, мне нужно отделить бренд. Вот пусть бренд сам по себе живет, а Лена будет в конце концов жить сама по себе. Пусть бренд сам развивается. И используя определенные технологии, которые были вот на бизнес интенсиве представлены, прямо, ну, практические действия. Не просто теория, практические действия. Человек понимает, что она и бренд – это единое целое. И разделить невозможно. Если она разделит сегодня, то не будет ни Лены, ни бренда, ее продукта. Потому что так оно было создано. В перспективе можно разделить. Но для этого нужно определить, какова будет миссия отдельно предпринимателя Лены, и какова будет миссия отдельно бренда, который у нее существует. И это, ну, не один месяц работы. Ну да, может быть, на самом деле это и годы. Да, может быть, это и не понадобится. Потому что бизнес развивается, бизнес масштабируется. Но бывают моменты, когда предпринимателям хочется, ну, все, пусть теперь меня никто не знает, пусть теперь будет только вот моя услуга сама по себе. А услуга изначально создана была на имене. Поэтому выживет ли она без имени предпринимателя – это большой вопрос. Ольга Николаевна, попадались ли вам в ваши практики такие случаи, когда это два руководителя, три, может быть, там, то есть у них там долевая составляющая, и вот их общую картину, скажем так, взаимосвязи. Как будто откуда-то знаете. Может быть, да, может, и нет. Вот как вот выстраивать работу в таком случае? Вот самое интересное, что у меня действительно было несколько раз в консультации предпринимателей, руководителей, которые являются собственником одного предприятия, и возникали вопросы. И когда мы начинали разбирать именно дизайн человека, да, я сразу скажу, что это прям мое хобби, да, то есть я не получала там 100-500 сертификатов, я просто вот владею этой информацией, и я ее использую, когда начинаю работать со своими клиентами, когда я вот перед коучингом, перед своими консультациями, да, бывает, я и мастер-майды веду, я тоже смотрю людей, потому что иногда я даже смотрю, как у меня группа будет сформирована, и кто в моей группе будет, да, потому что мне тоже это важно, и однажды у меня, ну, несколько раз были консультации, да, что собственники не могут между собой, то есть они не понимают, какие им роли выполнять. И вот когда несколько собственников мы с учетом дизайна человека, с учетом моих там знаний и консультаций распределили их всех роли, это прям уникальный был случай, да, в моей практике, что через неделю их бизнес вырос. И они до сих пор вот так иногда смотрят, как это? То есть вот когда человек начинает занимать именно свою роль, да, вот понимаешь его, в чему он предназначен, и собственники распределяют свои роли в бизнес, потому что чаще всего их там несколько собственников, они делают все одно и то же. Бизнес он буксует, да, он не растет. Очень важно здесь, чтобы каждый занимал свою роль. И вот когда каждый начал занимать, прям все пошло. И самое главное, что я смотрю, они очень счастливы, потому что наконец-то каждый делает то, что он хочет. У нас же, ну, повальное недовольство деятельностью, которой занимаются люди, да. И вот я считаю, что важно найти то, что тебе нравится. Хотя вот многие говорят о том, что нужно, например, зарабатывать на своем деле. Вот я вот тут не согласна. Это не всегда вот, это не всегда то, что нужно. Поэтому важно найти то, что вот для человека будет согласно его природе при рождении. То, что донорит. Ну, в некотором роде, может быть, и предначертано вот это вот, есть в вашей практике, что что-то, скажем так, продиктовано вселенной человеками. О каких мы сегодня говорим? Ну, да, высоких матерей. Да. Может быть, и есть. Может быть, и есть. Но вы человеку не говорите это, что может быть там. А как я ему скажу? Судьба или что-то еще. Человек, мне кажется, все сам знает. Уже сам это все знает. К этому сам приходит. Как я ему скажу? У нас две минуты остается, мне подсказывает. Марина Викторовна, бизнес интенсив. У нас такое достаточно уникальное событие. Куда еще можно прийти в будущем в этом году нашим предпринимателям и юным в том числе? Что-то, может, подобное вашими силами будет организовано? Скорее всего, да. Будет организовано. Сейчас этот вопрос обсуждается, в том числе и совместно с администрацией города. Потому что интерес был большой. Мы не смогли принять всех желающих. Могу сказать сразу. Я понимаю, да, что. Вот, поэтому мероприятие, скорее всего, состоится осенью. Информация ближайшая появится во второй половине июля. Будет понятно, как мы будем это создавать и на какую тему, когда мы сейчас получим обратную связь от участников первого бизнес интенсива. Поэтому информация, скорее всего, будет у администрации города. Да. Посмотреть, наверное, где-нибудь на сайте города можно будет. Ну, важно то, что в этой неделе предпринимательство. Тоже такая уникальная деталь. Может быть, я это и раньше было в структуре, не замечал. Мы говорили с молодыми людьми, там, и школьного возраста, и со студентами, кто хочет начать делать свой бизнес. Я думаю, что предпринимательское поколение также нужно воспитывать. Если есть возможность у города его поддерживать, безусловно, плюс еще муниципальные программы, то здесь, конечно же, все условия для этого благоволят. Я благодарю вас, что время нашли прийти к нам в эфир. Мы уже вынуждены заканчивать, время пролетело незаметно. Я напомню, наши уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на соцсети. В воскресенье смотрите в прямом эфире трансляцию «Быстрый ветер» фестиваля «Бега». Всем всего доброго, увидимся в эфире.